Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск Изи Рашин. Правда, не совсем из Москвы, снова я приветствую вас из Риги, хотя материал, который мы будем сегодня смотреть, записали мои отважные коллеги из команды 14-20. Они спросили у московских прохожих, есть ли в России сейчас свобода слова. Ответы получились особенными, и я вам сразу объясню, что сегодня отвечать на такой вопрос в России немного небезопасно. Например, за использование слова «война» вместо «специальная военная операция», как хотят этого российские власти, человек может получить штраф или даже попасть в тюрьму. Давайте посмотрим, какие ответы нам дали московские прохожие. Как вы считаете, есть ли у нас в стране свобода слова? Ну, как бы нет. Но так за свободу слова сейчас и на агентами делают, сажают штраф, выписывают. Вот это все. Как бы тут все, что было последние полгода, это прям вот концентрация, отсутствие свободы слова, да. Конечно, есть полная свобода слова. Говори все, что хочешь, то нельзя говорить, и тебя говорите. Все нормально. Смотря что считаете свободой слова. Внутренняя свобода, которая во мне находится, конечно, есть. По сути, я могу сделать вообще что угодно. Дальше все зависит от последствий, к которым я должен быть готов. Так что свободу выбирает для себя, что такое свобода, каждый человек. А есть ли в России свобода слова? Не могу сказать. Ограниченное. Очень ограниченное. Не только цензурой, но и самоцензурой чаще всего. Есть. Проявляется в том, что я могу говорить, о чем я хочу. Я спокойно разговариваю с друзьями на любую тему. Шучу. Пишу об этом в интернете, в соцсетях. Ну, если брать всю эту ситуацию до операции, то она в большей степени была все-таки. Сейчас уже это все ощущается меньше и меньше на самом деле. То есть начинает пропадать. Да, потому что если брать вот утренние новости про частичную мобилизацию, если брать то, как все это задевает абсолютно все сферы, это и бизнес, и медийные личности, там, вся музыка, не знаю, все артисты, тот же импорт. Ну, уже как бы ситуация кается в такое русло, что не совсем мы ощущаем себя такими свободными, как хотелось бы. Есть, конечно. Можно говорить о любых висях, просто дело в обстановке, и одно дело обсуждать какие-то вещи в интернете, другое в жизни. Скорее, нет чем, да. А почему так? Потому что жизнь такая у меня. Есть какие-то вещи, получается, о которых мы не можем говорить? Ну, конечно. Что это за вещи? Разные. В любых странах есть какие-то вещи, о которых мы не можем говорить. Ну, хотя бы тема. Тематика того, о чем нельзя говорить. Ну, все прекрасно об этом знают. Нет. Нету? Нет. Почему? Какая слава буду слова. Все свободные СМИ покинули Россию. Какая слава буду слова. А какие были, которые покинули? Ну, послушайте, начиная от телеканала «Дождь», заканчивая тем, что происходит с условно «Новой газетой» или что происходило с «Коммерсантом», в какой славу один славу мы можем говорить вообще? Есть такие темы, которых не стоит поднимать. Это какие? Это мое личное мнение. Ну, что за темы? Я останусь, в общем, не смогу это сказать. Но есть какие-то вещи, о которых вы не можете говорить? Да, на самом деле можно говорить обо всем. Просто будет ли это твоя позиция, действительно, о которой ты думаешь, о которой думаешь ты? Либо же это будут мысли интернет-пространства, медиазоны, да? Потому что на данный момент идет информационная война, и тебе навязывают всякие странные вещи. А есть ли в России свобода слова? На провокационные вопросы не хочу отвечать. Относительно? С чем сравнивать? Со штатами, например? Намного больше, чем в штатах. В России? Да, свобода больше. А были там сами? У меня друзья там были. У нас только недавно, считай, вели, там, как говорят, за репост сажают. Это когда было? Лет 9 назад началось. Разве это свобода слова? Вот, я рассказываю. То есть, то, что приближается к штатам. То есть, мы их только догоняем в плане ограничений свободы слова. Ну, пока это не слышит власть, то скорее да. Я могу о чем угодно сказать. Но какие последствия будут, кто знает. Ну, нет, есть проблема другая, которая заключается в том, что ее, в принципе, нигде сейчас нет. Опять-таки, никто не отрицает то, что если, допустим, сейчас в условиях СВО, если пойти, условно говоря, в европейской стране с российским флагом на митинг, то тебя тоже могут арестовать и посадить. Это правда. То есть, по сути, свободы слова сейчас настоящей нет нигде. Нас, как свободных людей, что так сейчас, правда, касается, там, правительства, там, война, которая сейчас идет, ну, да, наверное, о ней говорить сейчас нельзя. Сейчас это не политкорректно. Но так вы можете приехать в Европу, там нельзя говорить о геях, лесбиянках, там, поехать к мусульманам, там тоже нельзя говорить. Если ты про них плохо скажешь что-нибудь, то есть тебя там также могут посадить? Ну, скорее всего, конечно. Ну, я не знаю, но я уверен, что в любой цилизованной стране, организации, обществе есть табу, ну, есть запрещенные темы. Одним из главных методов преодоления табу в обществе, на мой взгляд, является общение и взаимопонимание. Для этого нам нужно изучать язык. И вот для того, чтобы вам было лучше и интереснее изучать русский язык, мы подготовили к этому видео специальные дополнительные материалы, которые вы сможете найти по ссылке в описании. А также приходите и поддерживайте нас, чтобы мы могли продолжать работать. По закону точно нельзя касаться темы специальной военной операции, потому что сейчас практически все, что ты о ней скажешь, будет трактовано не в твою пользу. Что еще? Закон о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Ты об этом тоже не можешь говорить на всю аудиторию. Сейчас еще прокатилась эта волна того, что собирались принимать закон про в целом гей-пропаганду среди населения. Опять же, что такое свобода? Полной свободы не бывает. Свобода, одна свобода заканчивается там, где начинаются права других людей. До какого-то момента свобода, может быть, и есть. Ну, в данный момент я не могу делать какие-то осуждения о выборах, тактиках нашего государства, о пути развития. Например, не могу как-то осуждать действия его. На это есть сейчас законы соответствующие. Надеюсь, что это такие законы, которые принимаются в какие-то острые времена и как бы не навсегда. Честно говоря, я не совсем понимаю такой страх этих тем, почему людям нельзя, например, спокойно обсуждать какие-то острые для государства темы. Я не считаю, что это что-то деструктивное. Но из центра Эй ребята могут прийти как бы независимо от этого. И, к сожалению, такие случаи были. Многих ребят, конечно, отпускали потом, но перед этим испортив им жизнь и настроение. Вот, а некоторые действительно до сих пор сидят. Ну, о каких вещах вы, например, не можете говорить? На публике, в смысле? Ну, конечно, осуждать и слово у нас нельзя. Нельзя говорить, в принципе, ничего про власть, потому что это каким-то магическим образом подтянут под дискредитацию ВСРФ и так далее. То есть, ну, вот это такие основные моменты. Ну, почти все политическое сейчас. Если у меня есть какая-то аудитория, то есть я буду услышанным многими людьми, то что-то мне за это будет не очень хорошее, скорее всего. Важно слушать свое сердце. Важно думать своей головой. И что касается свободы слова, не рекомендую, конечно, подходить к силовикам или кому-то из таких структур и рассказывать ему свою позицию. Понятное дело, что это закончится... Неужели это свобода слова, когда так происходит? Ну, это скорее не свобода слова, это скорее какая-то цензура местная. То есть сейчас все понимают, что нельзя эти темы обсуждать, потому что происходит конфликт у нас вооруженный. Каково вам живется, осознавая то, что свободы слова в стране нет? Живется не очень, потому что в поисках альтернативной точки зрения тебе как будто бы надо нарушать закон, чтобы узнать, что думают иные умы, нежели те, что стоят у власти. Тревожно, неискованно, на самом деле. Я занимаюсь созданием выставок современного искусства. И каждый раз ты думаешь, насколько ты можешь пройтись под тонком льду. И как человек, который стоит между художником и зрителем, тебе приходится жертвовать либо высказыванием художника, которое часто может быть достаточно радикальным, либо рисковать собой. Ну, может быть, я человек такой, ну, невысокий для нашего пространства медиа. Поэтому я и могу говорить что угодно. В принципе, меня никто никогда за это не останавливал. Я в целом стараюсь держаться нейтрально в таких моментах, потому что пока что это меня на мою работу не так сильно сказывается. И опасения есть, но пока не сказал бы, что мне прям дискомфортно. Мне не хочется на это время тратить. И это ничего не решает, ни на что не влияет. Конкретно в этой стране, я уверен, да. Ни на что. То есть только хуже себе делается. На что может повлиять мой голос и твой? Но кто-то услышит ваше мнение и впечатлится, его это убедит. Тот человек тоже что-нибудь выскажет в своей мысли, и те люди тоже задумываются о чем-нибудь. Кто-то хочет что-то сказать, он это скажет. Как вы себя ощущаете, живя в стране, где нет свободы слова? Ну, как сказать? Не то, чтобы слишком комфортно. Вот. Ну, да, не то, чтобы слишком комфортно. Вот. Ну, то есть, с другой стороны, ну, не знаю, это как бы моя сторона при этом. То есть, как бы, и тем более она все так потихонечку накатывает, то, что так потихоньку начинаешь свыкаться с этими вещами. И как-то не то, чтобы прям слишком плохо, скажем так. То есть, неприятно. Ну, понятно, мозги вам промыли, в общем, уже. Э, не то, что, отчасти. Ну, на самом деле, не до конца тут просто суть в том, что реально оно идет. Идет какое-то привыкание, и, ну, все-таки, я не знаю, есть какое-то осознание, какая-то надежда, потому что это все не навсегда, вот. Как вам ответы московских прохожих? Считаете ли вы, что свобода слова должна быть в чем-то ограничена? И если да, то до какой степени? Пишите нам в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, пишите нам о том, какие темы вы хотели бы, чтобы мы осветили в дальнейшем. Ну и оставайтесь с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова